Более 3,5 миллиардов рублей на строительство автомобильных дорог получит регион в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Сейчас идет реконструкция Московского шоссе, строит два тоннельных путепровода на пересечении с проспектом Кирова и с Ракитовским шоссе. Эти развязки не только улучшат транспортную ситуацию в городе, но и украсят его. Идет реконструкция улиц Ташкентская, Демократическая, Новосадовая. Будут построены новые улицы, дальние и арена 2018, а 66 городских магистралей, входящих в состав гостевого маршрута, тоже приведут в порядок. Решен вопрос и по строительству кольца на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Будет удлиненное кольцо эллипс. Почему? Потому что, если сейчас, как мы видим, очертание этого кольцевого движения, оно очень маленького диаметра, радиус маленький. Если мы его вытягиваем в форме эллипса, соответственно, от дороги от одного примыкания до другого примыкания промежуток будет побольше, и разъезжать транспорту будет гораздо комфортнее. В этом году мы его запустим в нижних слоях асфальтобетона. Верхний слой, потому что верхним слоями мы выйдем на осень, чтобы опять исключить даже вероятность выполнения брака, на укладке асфальтобетона уходим его на финишные слои на следующий год. Все дороги ремонтируют и строят по принципу комплексного благоустройства от фасада до фасада. Кроме объектов, которые готовят к чемпионату мира, в регионе реализуются и другие масштабные проекты. В этом году закончится строительство Кировского моста. Полным ходом идет возведение Фрунденского мостового перехода. На встрече с президентом губернатор Николай Меркушкин представил ряд важнейших для региона инфраструктурных проектов и получил поддержку. В ближайшие 2-3 года Самарская область может получить беспрецедентную поддержку из федерального бюджета 31 миллиард рублей на строительство важных объектов, таких как мост через Волгу и магистраль Центральная. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.